Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор-ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Неформат, которую мы сейчас предлагаем вас внимательно и... Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа Неформат. Сегодня мы выходим в такое несколько неурочное время, потому что 10 утра в субботу мы так не делали еще никогда. Но, тем не менее, уже полстраны давно проснулась, уже едут на свои приусадебные участки. И главное, я проснулся. Продрал глаза и сюда к вам скорее веселить народ, заряжать бодростью. Да, удивительно, потому что, как и все неформатное, что-то происходит неожиданно, может быть впервые. И сегодня, я уверен, у нас получится прекрасная программа, поскольку у нас есть много тем, что обсудить. В эфире Михаил Николаевич Задорнов. Я объясню, почему не было программы вчера. Она должна была выходить по пятницам, но вчера был прекрасный концерт, просто фееричный. Вчера надо было записать концерт, который я подготовил для РЕН-ТВ и весь день ушел, в общем, на работу. Ну, ничего, надеемся, что сегодня хорошо пройдет наш с вами эфир. Хотя все привыкли, конечно, наши радиослушатели к пятнице. Ну, вот будем считать славный почин в субботу с утра. Да, дорогие друзья, на самом деле мы призываем вас звонить нам на 0731, задавать любые вопросы касательно тем недели, и, может быть, не только их. Также вы можете писать нам на 8870 свои смс-сообщения, мы их обязательно прочитаем. И, конечно же, сегодня у нас идет трансляция нашей программы в прямом эфире на сайте веселаярадио.ру. А сейчас я хочу попросить, мы с Михаилом Николаевичем буквально парой слов перекинулись перед стартом программы и говорили о том, что есть несколько интересных наблюдений, которые возникли буквально вчера во время концерта, во время вот этого недельного, скажем, недельной работы со зрителем. Вы знаете, что, на мой взгляд, интересно? Интересно слушать, что более всего волнует зрителей. Вот ведь зрители, если тема для них волнующая, они особенно смеются. И вот получается так, что мне не нужно обращаться к каким-то фондам социальным. Скажите, что больше интересует людей, а на что их волнует, что их раздражает, что им нравится. Мне практически эти фонды не нужны. То есть я вышел на сцену, поговорил и услышал реакцию зала. И ни один фонд такое количество людей не опросит никогда. У меня такой знаменатель есть точный, показывающий настроение в обществе. И знаете, вот в прошлом нашей передаче с вами мы говорили, например, о новом законе, который вступил в силу с 1 сентября. Причем интересно, вчера телевизионщики, работники телевидения, они не любят, когда их называют работниками телевидения. Они все продюсеры сегодня и менеджеры. Я все-таки буду их называть работниками телевидения. А они просто подходили один за другим ко мне, говорили, пожалуйста, не произноси вот такие-то слова. И список слов, которые я не должен произносить. Во-первых, я их и не произносил никогда. Но мы с вами об этом говорили в прошлом эфире. И мне кажется, надо продолжить тему, потому что очень живая реакция в зале. И когда я сказал, что теперь мультфильм, ну погоди, а это многие знают, кто в интернете общается, что теперь по закону некоторые чиновники решили перенести, согласно этому закону, показывают только посты 23.00, то действительно, Максим, я должен повторить эту фразу Гоголя. Она гениальна, она навсегда для России. Русского человека надо благодарить хотя бы за намерение. Ведь намерение вроде хорошее. Сделать закон, чтобы не матерились, чтобы не было вот этих тем нижнепоясных, чтобы было меньше пошлости. Намерение классное, замечательное. А во что выродилось? Сегодня по этому закону сивку-бурку нельзя показывать тоже. Почему только все привязались к, ну погоди, сивка, сивый значит пьет, призывка к глаголизму. Когда я говорю, а ежик в тумане, зал разражается смехом, хотя я даже не знал, что я смешного сказал. Ну, во-первых, еж колется, то есть наркоман реальный. Поэтому он все время в тумане ходит. Ходит, кричит, лошадка, лошадка, лошадка наркокурьер, дозу несет. Алиса в стране чудес. Смотрите, разговаривает с гусеницами, кроликами, чеширскими котами и другими глюками. Ну, явно галлюциногенные грибы жрет. Нехорошие, я не знаю, жрет можно говорить у нас в эфире. А мультиконтошка. Надо запретить. Дети поют рыжий-рыжий конопатый, уже оскорбление. Убил дедушку лопатой два раза. Два раза угробил дедушку. И радостно хор. Парам-пам-пам. Пара. Такое, да, убил и радуется. Царевна лягушка. Иван-царевич целует лягушку. Это по новому закону зоофилия. Больше того, это амфибофилия. Репка. Групповуха. Карлсон пристает к малышу со словами «Давай с тобой немного пошалим, но это вообще нельзя было». Обманным путем заманивает все домой, где предлагает ему стать родной матерью. Это согласно новому закону, вот так можно расценивать все мультяшки. Простоквашина. Ребенок сбежал от родителей и живет с котом, с собакой. К нему все время ходит почтальон Петчкин. Чебурашка. Его по закону не то, что детям до 18, до 90 нельзя показывать. Краконил живет с мягкой игрушкой. Поет чудовищные песни. С днем рождения поздравит. В подарок 500-й к Скимо. Замануха для педофила. Вы знаете, что я вчера предложил на сцене нашим чиновникам, почему я им предложил, я говорю, что я, конечно, на сцене их не было, но это же пойдет по телевидению, это будет в программе. Надо вырезать заявную сексуальную окраску из мультфильмов следующие фразы. А слониха вся дрожа, так и села на ежа. Встань ко мне передом, к лесу задом. Винни-пух застрял в норе у кролика. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. И дед плачет таки. Ну, что вам сказать, зал реагирует, как дети становятся. Хорошо, что у нас еще есть чувство юмора, она нас все-таки спасает. Ну, давайте тогда с этим чувством юмора, с этим прекрасным чувством и перейдем, пожалуй, к темам недели. Президент страны Владимир Путин дал большое развернутое интервью Russia Today. И из этого интервью уже пошли крылатые фразы. Ну, в частности, высказывалось много мнений различными обозревателями, что именно хотел сказать президент, почему он сказал так, а не иначе. Давайте попробуем вот сейчас об этом поговорить очень коротко. Ну, первое, что сказал Владимир Путин, это то, что никаких гаек закручиваться не будет. А переспондент Russia Today спрашивал, нет ли сейчас в России такой направленности на закручивание гаек. Это он спросил, потому что с Пусси Райт такая история произошла? Ну, оппозиция, белоленточники, потом Пусси Райт и так далее. На это Владимир Путин ответил, что касается в целом закручивания гаек, то надо понять, о чем мы говорим. Что такое закручивание гаек? Если под этим понимать требования ко всем, в том числе и представителям оппозиции, исполнять закон, то да, это требование будет последовательно реализовываться. Ну, трудно придраться к этим словам, честно говоря. И вот я вчера, например, мы записывали концерт на РЕН-ТВ. Ну, я вам должен сказать, что пока мне разрешают выходить с тем, что я говорю на сцену, закручивания гаек нет. Потому что я не веду себя как Пусси Райт и в то же время говорю достаточно жестко. Значит, какой-то критерий на сегодняшний день еще существует. Более того, мы с вами выходим в эфир уже полгода. И тоже никто ни разу к нам не придрался, никаких звонков не было, никаких просьб не было высказано. Поэтому мне кажется, что это имеет, вот эти высказывания, они в какой-то степени правильны. Я не фан наших правителей. Но нельзя не признавать, что действительно закон надо соблюдать. А в то же время, короче, пока меня не сгнобили, я считаю, свобода слова у нас какая-то есть и гайки еще не закрутили. И пока наша передача существует. Михаил Николаевич, а теперь о Пусси Райт. Тоже было несколько слов сказано. Владимир Путин прокомментировал это дело и сказал следующее, что пару лет назад в одном из больших супермаркетов Москвы участники этой пан-группы вывесили три чучела с надписью, что нужно освободить Москву от евреев, гомосексуалистов и гостарбайтеров. Я понял, что мне в Москве уже не оставаться, надо уезжать. А вы кто? Все три. Да, все три, похоже. Дальше для меня, по крайней мере, открытием стало то, что Владимир Владимирович рассказал, что после этого они устроили сеанс группового секса в публичном месте. Видимо, речь идет о биологическом музее. А Касапусера – это не только вот эти три девушки, это большая группа, которая, ну, разные акции. Не разбираюсь я в искусстве его представления. Я не знаю, да, молодец Путин, он что, их фан? Да, он изучил очень внимательно, да, и он говорит следующее о групповом сексе, что стало уже, конечно, крылатой фразой. Некоторые из любителей по поводу вот этого сеанса группового секса, он отвечает, говорят, что групповой секс лучше, чем индивидуальный, потому что здесь, так же, как в любой коллективной работе, можно сочкануть. Мне, молодец. Вот все-таки он за словом в карман не лезет. У нас два есть наверху человека, которые никогда не лезут за словом в карман и не краснеют. Это Жириновский и Путин. Вот, знаете, про групповуху, вот это старый анекдот советский. Он такой давнишний, что я теперь понимаю, что Путин давно живет, почти как я. Но он молодец, что, знаете, что сказал мне в этом, в том, что вы процитировали, в его словах понравилось «говорят». То есть он отстранился, мол, я в этом никогда в участии не принимал. Хотя в советское время и жил. Старшие пацаны рассказывали об этом. На гаражах. Ну, я вообще, вот опять вернусь ко вчерашнему концерту. Поскольку я комментировал некоторые события во время концерта, ну, которые происходили за этот год, то, конечно, выделяются сразу реакции зрителей. Реакция абсолютно. По реакции зрителей я понял, что зрители абсолютно со мной согласны. Ну, во-первых, когда я сказал, что вы их судите, они дуры. И зал зааплодировал. То есть это как на митинге. Зал зааплодировал, потому что они со мной согласны. А уж когда я сказал, что надо было адекватно решать вопрос с Пусси Райт, надо... Что они сделали? Они со своей панктусовкой ворвались в храм к священникам. Надо было ответить адекватно. Папам ворваться на панктусовку и спеть отчинашку. Вот это был бы сильный ответ. И в мире сказали, вот они, ребята какие в России, нашли правильно, насмеялись бы над Пусси Райт, надо было высмеять их. Вот самое страшное, что происходит. Ведь до сих пор мне пишут в защиту Пусси Райт, что слово Пусси приличное слово, что это киска. Ребят, я хочу на всю страну, ведь это слово неприличное. И бороться с такой глупостью, с этой разнузностью надо только другим путем совершенно. Но не так, как это делают наши, раскрутив их. И в прошлый раз мы говорили об этом, один из, муж одной из них, я повторю для тех, кто этого не слышал, на этом делает бизнес. У меня ощущение, что это он все придумал. Потому что он зарегистрировал и оформил права на произнесение этих двух слов Пусси Райт. И теперь каждый раз, когда мы в эфире вот произносим с вами, мы вроде должны ему отстегнуть за это. Но гений, он, говорят, он еврей, и поэтому додумался до этого, молодец, они хорошо соображают. Теперь жена в тюрьме, ему бабки идут. Вот это парень устроил свою жизнь. Вот так о них надо говорить, а не всерьез к этому относиться. Михаил Николаевич, у меня есть предложение, у нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, после нее поговорить вот о чем. О том, что на Украине, там же есть тоже своя группа феминистическая, называется Femin. И казаки пришли к дверям офиса движения Femin и заколотили дверь крест-накрест. И повесили табличку «Баби дорога от печи до порога». Предлагаю это тоже обсудить. Ну, мне вообще нравится это. Вот пацаны правильно решили. Сейчас небольшая реклама, друзья. Вернемся в студию через пару минут. Друзья, еще раз здравствуйте, доброе утро. Неожиданно, но программа «Неформат» в эфире сегодня, в субботу. Я уверен, что все, кто нас сейчас слышит, обязательно примут участие в нашем обсуждении, поскольку мы обсуждаем тему ушедшей недели, и среди них было множество самых интересных вещей. Мы говорили только что о деле «Пуссирает», которая всколыхнула летом нашу страну, о том, что на Украине отметили сказки... Простите, вдогонку, вспомнил. Мне вчера пришла записка на концерт. Это я проверил. Это говорят, что действительно так. Знаете, на Западе их как восприняли, «Пуссирает»? Они борются за права женщин в России. Это за эмансипацию женщин. Говорят, Путин узнал это, но это между нами. Я прошу радиослушателей никому не рассказывать. Это секретная информация. И Путин попросил, раз борется за права женщин, то он решил перевезти их в мужскую тюрьму. Это гуманно. Никому не рассказывайте. Это очень гуманно. Вот и боритесь, девчонки. Простите, я вас перебью. Да нет, я просто хотел сказать, что про Фемен мы поговорили. И дело в том, что казаки, которые пришли, заколотили этот вход, они стали практически национальными героями Украины сейчас. Все это обсуждают. Ну, на Украине там своя история. Я хочу про наших героев поговорить, про партию «Единую Россию», Михаил Николаевич. Мы никогда не будем жить хорошо, мы будем жить весело. У меня когда-то был такой монолог в 87-м году. Название вечное. Пожалуйста, да, я слушаю вас. Итак, депутаты от «Единой России» решили законодательно прописать нормы, обязывающие чиновников и управленцев проходить психологические экспертизы. В частности, ввести соответствующие изменения в закон о государственной службе. Об этом пишет «Известие» в пятницу. У нас некоторые отклонения или болезни принято воспринимать как чудачество, заявил изданию депутат от «Единой России» Франц Клинцевич. Так вот. Но это не должно быть. Этим чиновникам, в том числе, не должны быть доверены судьбы многих людей. Мы не можем им позволить распоряжаться этими людьми, поскольку они могут быть психически больными. Ну, дальше газета говорит, что психологическая экспертиза будет назначена для того, чей возраст варьируется от 60 до 65 лет. То есть, видимо, после уже можно, и до еще нормально. Вот, знаете, что Нед хочет сказать? Наши чиновники умеют издавать законы, но не умеют их соблюдать. Важнее соблюдать закон, чем их издавать. Они издадут законы и так радуются, как дети. Причем я, вот этот закон опять сформулирован, допотопно. Опять забавно. У меня такое подозрение, что «Единая Россия» хочет от кого-то избавиться. Что это направлено против коммунистов, то ли они больны все. Или экспертиза будет их, «Единой России». Что здесь все равно, здесь что-то есть. Здесь какой-то секретик есть в этом законе. Против кого-то это направлено. Но вообще, я верю в Бога, а не в закон. Извините, что я так закончил. И что предлагаю всем? Михаил Николаевич, ну есть еще один законопроект, который предлагает партия «Единая Россия», и который в каком-то смысле отменяет положение предыдущего законопроекта. А у нас всегда так. Один закон, потом противозакон. Да, учитывая то, что они планируют людей, которые не в порядке убирать из парламента, тем не менее, они инцидируют законопроект, запрещающий избрание в обе палаты парламента близких родственников. Ах, тебе! Странная такая инициатива. А вот Жириновского они будут проверять на нормальность? Вот, может, это вообще против него направлено? А вы знаете, что человека нельзя со стопроцентной уверенностью определить, нормальный он или нет? А при том, какие у нас взятки и какая коррупция, то есть, про кого надо, про того это и напишут. Как в советское время инакомыслящих куда определяли? В сумасшедшие дома. То есть, они практически перефраз советского закона сделали на сегодняшний день. Хитрые все-таки. Вот я докопался до истины. Это неугодных, чтобы можно было выгнать из своей тусни политической. А родственников, ну и что этим законом они добиваются? А сейчас что, много родственников у кого-то на каких-то постах? Ну, видимо, да. Дело в том, что к 13-му году, а вот, сейчас-то давайте зачитаю, да? Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов по сообщению Интерфакса Андрей Исаев предлагает ввести запрет на избрание в Госдуму и Совет Федерации депутатов и сенаторов, которые состоят в близком родстве или свойстве. Что такое свойство? Что это значит? Братья, сестры, родители, дети, супругов и супруги детей. Любовницы чиновников, любовники-любовниц. Их домашние животные, автомобили. Чиновники-любовники-любовников-любовниц, чиновники. Это все свояки. Свояки, да. Потому что на одном подсосе государственном. Да, ну не просто на одном подсосе. Большая шведская семья. Сочкануть можно. Будем цитировать Путина. Да, предлагают, чтобы этот закон Исаев вступил в силу с 1 января 2013 года. После чего в 30-дневный срок на основании своего заявления те депутаты и сенаторы, которые имеют родственников в Верхней и Нижней палатах, должны сложить свои полномочия. Вопрос в том, вот, например, нас пятеро. Боя в Совете Федерации, трое в Госдуме. Как мы будем из себя выбирать, кто должен сложить полномочия? В семье демократия должна быть голосование. Мы собрались здесь, чтобы решить пренеприятнейший вопрос. К нам едет ревизор. Извечный вопрос Гоголя. Летит на дельтаплане. Летит на дельтаплане ревизор. Мы должны проголосовать. Почему у нас в стране все в извращенной форме? Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. То ли действительно у нас у всех такая мощная энергия, а вектора у этой энергии нет. Но все превращается в фарс какой-то. Что у нас еще? Есть одна прекрасная совершенно новость, которая всколыхнула буквально тихую нашу страну. Это чисто продолжение того, о чем я сейчас сказал. Все в фарс превращается. Давайте послушаем нашу традиционную рубрику. Очень короткий вопрос от звезды. Татьяна Лазарева у нас в эфире. Михаил, приветствую вас. Это Лазарева Татьяна. Как вам эта утка с журавлями? Смешной вопрос. Утка с журавлями. Вот опять, вроде дело благое, спасти журавлей. Кстати, Таня, вы еще не знаете, что сейчас готовится новая акция. Президент поведет лосося на нерест. Я не знаю, почему это прикладывал. Надо спасать лосося. Ну, может быть, президент имеет в виду лососиной какой-то компании. Нет, я имел в виду, конечно, только там, на Дальнем Востоке президент. Я хочу зачитать несколько новостей на эту тему. Итак, Владимир Путин полетал со стерхами. Об этом огромное количество сообщений. И многие, наконец, узнали, кто такие стерхи. Да, да. Полет надежды по спасению стерхов, редкого вида журавля, занесенного в Красную книгу, прошел на этой неделе. По пути на саммит от Эсла в Владивосток глава государства прилетел в Салихард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции Кушеват. Почти Куршавель. Задача ученых, сейчас короткая справка, состоит в том, чтобы показать выращенным в питомнике в Рязанской области шести стерхам маршрут перелета на зимовку в теплые края. А в роли вожака стаи выступает дельтапланерист. Когда журавлей... Да, 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 я знаю, поэтому Путин и полетел, потому что он как бы хотел сказать, и один вожак есть в России, и не надо мне других вожаков. Когда журавлей только выпустили из вольера за дельтапланом вожаком Путиным, пристроился только один стерх. И тот из ФСБ. Из ФСО. Позже в беседе с журналистами президент объяснил, что во время этого полета был сильный ветер, из-за чего дельтаплан летел с большой скоростью, поэтому птицы не поспевали за ним. Второй полет с журавлями прошел уже успешно. В хвост дельтаплану пристроились пять стерхов. Спустя несколько... Из них три дятла. Простите, я не могу не комментировать, я не могу к этому всерьез относиться. Хотя молодец, мужик настоящий, полетел, мало кто на это решится, но все равно забавно. Продолжайте, я комментирую. Задорно отвечаю, комментирую. Но на самом деле здесь есть куда более глубокая история, о которой сейчас мало кто знает. Дело в том, что президент задумал эту историю еще полтора года назад. И учился летать все эти полтора года на дельтаплане. Нет, ну тут только уважение может быть высказано, да. Потому что больше заняться нечем президенту. Президент сообщил журналистам, что приобрел дельтаплан на собственные средства, передает этот артас. И Владимир Владимирович отметил, что он передаст свой мото-дельтаплан ученым для дальнейшей работы. Ну, чтобы они вели дальше, видимо... Чтобы ученые летали. Да. Секретарь президента Дмитрий Песков пояснил прессе, что дельтаплан не был внесен в последнюю декларацию главы государства, так как он купил его только в этом году. Есть еще вот такая налоговая история. Молодцы, все следят. Теперь, да, потому что все сразу стали говорить, так, мы видим... Ну, какие деньги вы купили дельтаплан? У вас откуда такие деньги, 700 тысяч рублей? Ну, конечно, с бомжом же разговаривают. Национальный координатор проекта «Полет надежды» Александр Сорокин рассказал, что программа по разведению в неволе стерхов началась более 20 лет назад. Однако из-за недостатка финансирования в середине 90-х была приостановлена. Возобновили эксперимент только сейчас, применив американский опыт с использованием дельтаплана при проводке птиц. Программа предполагает проводку выращенных в питомнике птенцов стерха с гнездовей на юг Узбекистана. Потому что, по словам Сорокина, сознание этой зимовки позволит значительно сократить маршрут полета журавлей и снять проблему потерь популяции во время миграции в Индию через Афганистан и Пакистан. Ау, я ничего не понял. Нет, нет, ну я понял, что серьезно. Да, дело в том, что обычно журавли летают через Афганистан и Пакистан, где есть боевые действия. Поскольку в конце 80-х, вы помните, была начата эта программа, Советский Союз ввел войска в Афганистан, чтобы прекратить там насилие, чтобы стерхи могли летать спокойно. Сейчас, когда контроль американский, то там стреляют в воздух по журавлям и их возят на юг Узбекистана. Соответственно, вот дельтаплан должен был лететь туда. Ну, а они на журавлей стреляют, потому что те террористами могут оказаться. Я понимаю, советские не стреляли журавлей, кстати. Ну, принимают их за беспилотников, я так полагаю. Американские беспилотники. Зенитки громят их. Ну, что там еще у нас в этом... Да, и в этом блоке есть еще очень важная информация, что журавли очень непрямые птицы. Владимиру Путину повезло, что за ним полетело хотя бы несколько. Потому что обычно они вообще не летят за дельтапланом. Ну, почувствовали вожака все-таки настоящего. А Путин, наконец, доказал, что он птица высокого полета. Но, знаете, вот вроде... Мне, с одной стороны, это нравится. Вот прикололся, да, хорошо. Вот нельзя жить очень серьезно. Некоторые там в правительстве, в Кремле очень серьезные ходят. Галстук всегда, костюм. А это такой реальный мужик. Но ведь у нас все равно это превратится все во что-то очень интересное. У нас же разворачивается какая-то такой снежный ком. Вот я уже знаю, что скоро Медведев готовится уток повезти на водопой с кряканьем. Шойгу Бобров плотины строить будет учить. За грызлом пойдут грызуны. Это я сразу говорю. Вот. За жириком поползут гадюки сами. Своего признают. Ну, а Прохоров жирафов поведет в Африку другим путем. Они его тоже за своего привыкнут. Вот почему отложен на два года выпуск ее мобиля. Ее мобиль откладывается. За жирафов надо Прохорову спасать. А я придумал такой звонок по телефону. Алло, это Кремль. Позовите Владимира Владимировича. Его нет. Он улетел в теплые края. И сегодня приветы должны новые. Там Путин низко кружит к дождю в Кремле. Путин носок прочищает ранний. А поздний глаза продирает. Ой, но самое интересное, как сегодня будет восприниматься песня «Журавли» известная. Я не могу. Теперь никто его без смеха слышать не может. Причем петь, я думаю, в первой строчке должен Владимир Владимирович. Он молодец. Он же обучился и на рояле играть. Ну, одним пальцем или двумя, я не знаю. Но вот это летит, летит по небу, клин усталый. Это он должен петь. Ну, а премьер-министр уже должен, конечно, тоже включиться и петь следующий. И в том, клянусь, промежуток малый. Быть может, это место для меня. На этом надо уходить на рекламу. Друзья, я должен отсмеяться. Рудяй в эту картину. Мы вернемся скоро в студию «Юмор.ФМ». Друзья, продолжается программа «Неформат». В прямом эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Сегодня в субботу утром из Москвы из студии «Юмор.ФМ». Михаил Задорнов и я, продюсер радиостанции «Юмор.ФМ», Максим Забелин. Помогаю обрабатывать ту информацию, которая поступает к нам. На 8870 ваши смс-сообщения, звонки на 0731. Друзья, ну, некоторые сообщения зачитаю, их приходит очень много. В Сбербанке тоже нельзя работать в одном филиале родственникам. То есть это уже, как бы, такая система. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Недавно в наши астраханские магазины поступили семечки, кукусики, меды, конфеты. Шальная пчелка. Какая прелесть. Еще абонент пишет, что ему очень понравилась ваша пословица про тещу, которую хоронили и порвали три баяна. Ой, ну, это из старой программы, да. Иногда мне кто-то что-то говорит, а я думаю, я где-то это слышал и забываю, что это из моей программы какой-то. Михаил, а зачем, на ваш взгляд, нас двигают к западу? Ведь там погано, пишет Дмитрий из Нижегородской области. Дмитрий, я вам тот же вопрос могу задать. У меня нет ответа на этот вопрос. Хотя я думаю, что я ведь говорил, что Запад и Западня – это один корень. Нас двигают в Западню. Вот почему нас двигают к Западу. И вот это ухудшение образования очень нужно, чтобы люди не понимали, куда нас в какую Западню двигают. Но я говорил в прошлый раз, и еще раз повторю, у меня появились надежды, потому что я подружился с Министерством образования. И мы сейчас разрабатываем очень интересную программу с Министерством образования. Энциклопедия глупости. Мы открываем сайт «Задорная школа» будет называться, вместе с Министерством образования, с работниками Министерства. И будем просить всех присылать ту глупость, которая творится сегодня. Вот наблюдение связано с глупостью, которая проявляется в средних школах, в университетах, в институтах. Причем это всенародный будет сайт. Присылайте все свои наблюдения. Мы потом объявим с вами точно адрес этого сайта. Почему такая идея возникла? Она возникла у министра Ливанова. Я ему начал рассказывать о том, что знаю. Ведь мне жаловались люди, присылая те задачки, которые в учебниках. Ну как девушка шла в школу со скоростью 275 км в час начинается, допустим. Или мама купила в магазине детям 2,9 тонны конфет. Ну как это начало задачи? Это не мама, это Годзилла. Принесла и разделила поровну между двумя сыновьями. Поскольку получилось на каждого тон. Я не знаю, сколько конфет, но диабет заработали реально. Я когда стал рассказывать подобные примеры Ливанову, он говорит, да этого быть не может. Я говорю, пожалуйста, посмотрите. Вот учебники. Ведь не все учебники выпускаете вы. Сегодня многие губернии сами выпускают учебники. Или когда по учебнику учительница вызывает к доске третиклашку и говорит, и зачитывает по учебнику вопрос, что ты будешь делать, если поезд едет и видит машиниц, что впереди рельсы разобраны. Это вопрос в учебнике. Тот чешет репу, пацан у доски и говорит, я не знаю, а вы что будете делать. И он таки прав в этом всем. И когда я это все рассказал, больше, конечно, всего я рассказал, он говорит, давайте сделаем вот такой сайт, на который нам будут присылать подобные примеры. Мы должны это проанализировать. У них нету образования, у Министерства образования нет такой обратки, которая есть у меня. Потому что им не присылают письма, на них никто не надеется. На меня надеются и шлют мне это все. А я буду пересылать в Министерство образования. Так что, друзья мои, может быть мы в западню и не попадем. Как я написал один в сочинении пацан, как я провел лето, он написал лето, я провел чики-пуки. Может быть и у нас будет когда-нибудь чики-пуки. Михаил Николаевич, я не знаю, как вы провели лето, но пришло сообщение следующего характера. Задорнов, привет! Рада вас слышать! Дашенька из Агенцова. Дашенька, наконец-то проявилась! Ура, Дашка! Я привезу специально на ЮМФ, чтобы услышать, что ты проявилась. Только объясни, ты кто? Напомню. Много людей было из Министерства образования. Но Дашек и не Дашек было. Михаил Николаевич, это хорошая шутка. Это шутка. И пока еще проходит по закону. Да, 16+, друзья, я хочу предупредить, данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. А у нас есть еще несколько сообщений. Вот есть, например, песни «Журовли летят над нашей зоной». Александр Воронеж. Ну, что ж, тоже глубоко. Вы знаете, вот можно по-разному относиться к президенту, к премьер-министру. Мне, например, так. Что-то нравится, что-то не нравится. Я всегда откровенно говорю. Я не стесняюсь говорить, если мне что-то нравится. Потому что только слабаку не нравится все. Злыдню, троллю. Вы знаете мою точку зрения. Мне троллей жалко, потому что их единственное удовольствие в жизни – это кому-нибудь нагадить. Но, что ни говорите, но вот наш президент сегодняшний, он располагает, он торкает людей на творчество. Когда я вчера разместил в ЖЖ насчет песни «Журовли», насыпалось столько, народ начал творить. Карикатуры, рисунки. Вообще взбодрился реально. Так что тут надо поставить плюсик нашему президенту. Жалко только, что он клюв не надел. Но он боялся. Чиновники попросили не надевать. Боялись, что он их заклюет. Нет, попросили, наверное, дресс-код не менять. А, потому что они бы все пришли. Дресс-код, да. Они бы все на утро с клювами пришли. Президент сказал, надо. Заклювали. Михаил Николаевич, вы говорите про творчество, которое сподвигло людей. Ну, правда, там огромное количество вал различных вещей. Мы многие не можем показать. Они есть в интернете. Есть на нашем сайте веселоарадио.ру. Но, друзья, у нас есть стихотворение, которое написал Владимир Гавриков. Мне оно показалось очень забавным. И мы позволили его себе записать. И сейчас предлагаем послушать вашему вниманию. Мы предлагаем вашему вниманию послушать его. Это несомненный хит недели, на мой взгляд. Неформат. Хит недели. Владимир Гавриков. Путин и журавли. В куцых строчках, до предела сжатых, трудно передать во всей красе важность роли журавлевожатых в среднечерноземной полосе. Потому как существуют страны там, на самых краешках земли, где есть нерпы, цапли, пеликаны, обезьяны, вальчнопы, бакланы. Равно как в России журавли. Их маршруты сложные до жути, полные опасностей пока. Нужно, чтоб не кто-нибудь, а Путин, к ним явился в роли вожака. Чтобы он, согласно птичьих правил, на закате лета, не весны, клин или косяк, какой возглавил и придал полетам крутизны. Крыльями из рук произрастая и светясь улыбкой на лице, довести полетом птичью стаю с точки А, допустим, в точку С. Сложные. Тяжелая работа, косяки водить понад страной. Ерунда, ведь тысячи перелетов у него, как крылья за спиной. Неформат. Прямой эфир с Михаилом Задорновым. Итак, продолжается программа Неформат. В прямом эфире радиостанции Юмор-ФМ мы перед рекламой прослушали стихотворение. Тему, которую мы назвали хитом недели. Мне очень понравилось стихотворение. Вообще, Гавриков, конечно, пишет классно. И, знаете, он настоящий поэт. Вроде шутит, но это хороший литературный слог у него поэтический. Смотрите, журавлевожатый. Какое слово журавлевожатый. Его хочется произносить как мантру. Молодец, Гавриков. Должен сказать, что я даже хочу сделать такое предложение вашей радиостанции. Издать книжку моих рассказов и подобных Гавриковых. Которые хорошо пишут стихи. А к стихам сегодня не очень серьезно. Не такого уважения, как в советское время. А мою же рожу называют брендом. Вот вынести рожу бренд на первую страницу. А в книжку, чтобы вошли подобные стихи. Здорово. Очень хорошо. Михаил Николаевич, нам на 8870 продолжает приходить много смс. Песню надо написать. Вот новую песню журавли на стихе Гавриков. Простите, я вас перебью. И также люди звонят на наш номер 0731. У нас есть звонок от Ольги из Воронежа. Ольга, здравствуйте. Оля, слушаем вас. Почему я из Воронежа? А я не знаю, почему. Мне редакторы так написали. Ничего себе. А вы Оля хотя бы? Ну, я как бы из Москвы. Но Оля, да? Да. А, Оля, слушаем. Оля из Москвы. А вот, а с теми разговаривали? С Задорновым. Ну... Ну что? Ну да, ну, а что? Нет, Галкин меня изображает. Голос вроде похож. Похож. Виколай Николаевич, вы хотите... Они тупые. Виколай Николаевич, вы все визуально похожи на Задорновых. Да, если в онлайне, то я очень похож на Задорновых. И подпись такая же. Я как бы представляю, что Михаил Николаевич... Я просто про то, что как бы... Ваши вопросы. У меня вопрос. Такое, что вот про Министерство образования вы все время говорите. А вот Министерство культуры, как-то вот однажды вы говорили, что Владимир Мединский, как бы его проза, то есть по поводу истории он как бы много печатает. Да, да, я говорил. А вот сейчас вот он как бы внимание как бы обращает на русский балет. Как бы это звучит красиво. Это всегда же был балет русский гораздо лучше, чем иностранный. А вот, вы знаете, я прям волнуюсь, если честно. Оль, у меня есть что ответить вам. Я расскажу. Я действительно знаком с Мединским. У нас хорошие отношения. Мы не друзья. Мы на вы друг с другом. Но! Вот что касается Большого театра. Я не разговаривал с ним на эту тему. И вы абсолютно правы. Действительно, сегодня Большой театр, это иностранцы и наши гламурные засиликоненные бабы с этими губами накачанными, которыми то ли сосать нефть, то ли спонсоров. И они приходят... Простите, Оль, да. Ну, я бабки имею в виду. И я когда эту губу вижу, я не могу с женщиной разговаривать. Вот это как навес над крыльцом, чтобы не закапало сом. Такой зажаль, Лен, нижнюю... Сом, да, сом, точно, точно. Вот вы природу знаете, Максим. И я был в Большом театре, смотрел там Бориса Годунова. Ну, невозможно, это выгул ювелирки практически. Конечно, это уже не интеллигентное место. Туда приходят без мозга с силиконом вместо мозга. И иностранцы, что тоже недалеко с точки зрения развития от силикона. И я обязательно вашу просьбу Мединскому при встрече, мы так каждый день не встречаемся, я обязательно скажу о вашем звонке. Но вот могу обнадежить в чем. Знаете, я с Мединским разговаривал насчет кино. И он мне интересно рассказал, вот за что он борется сегодня как министр культуры. В кино, например, проблема не меньше. Наши русские фильмы по кинотеатрам не идут. Потому что одна компания практически владеет показом в кинотеатрах всех фильмов. А эта компания, извините, подчиняется Голливуду на сегодняшний день. Обратите внимание, все голливудские страшилки широким экраном проходят по всей стране. А у нас есть хорошие фильмы. Ну, три, пять можно набрать хороших фильмов в год. Уж три точно можно набрать. Не идут. Их задвигают. Их не берут. И Мединский предлагает сегодня правительству, что, какой закон принять. Как во Франции, дотации от государства фильмов отечественных. Во Франции ведь такое же голливудское засилье было. Но там издали закон. Вышел хороший французский фильм. Да, может быть, он не соберет такие бабки. Не хотят бизнесмены рекламировать этот фильм. Но датируется и дается деньги, финансируется на показ этого фильма. Если Мединский этого добьется, честно говоря, я буду рад этой его победе. А о Большом театре, конечно, надо здесь разговаривать. Но не надейтесь вот на что. Министр сегодня не всесилен. Он подчиняется более серьезным кукловодам на сегодняшний день. И он не может справиться с бизнесом. Большой театр на сегодняшний день стал бизнесом. Вот как вы представляете, что в нашем капиталистическом обществе он сможет удалить вот это желание нажиться на Большом театре из бизнесменов, которые этим владеют. Мы живем. Друзья мои, к сожалению, при капитализме социализм был испытанием для наших людей. И мы прошли его. Из социализма вышло много. Мы достойно прошли это испытание. Из социализма вынырнуло очень много порядочных людей. Сегодня нам назначено более серьезное испытание. Более жесткое. Капитализм. Если мы сохраним приличных людей и после этого мы с честью пройдем и эту стадию жутко безнравственного капитализма. Я должен сказать, что в социализме мы проиграли по двум причинам. Наш социализм советский отрицал Бога. Сегодня капитализм не отрицает Бога, но лицемерно к нему относится. И мы это должны учитывать. Капитализм для нас испытание, а не нажива. Это я говорю для тех, кто меня слышит, то есть для приличных людей. Нас слушают все приличные люди, потому что слушатели МРФ. Друзья, я хочу сказать, что мы продолжим программу в следующем часе. Сейчас мы должны прерваться на короткую рекламу. Я лишь хочу напомнить вам номер на смс-сообщение 8 8 7 0 и для ваших звонков 0 7 3 1. В следующем часе еще много интересных тем не отключайтесь. До встречи. Друзья, у нас прямой эфир всегда был и будет прямой эфир программы «Неформат». Мы продолжаем работать из студии «Юмор.ФМ» в Москве. Михаил Задорнов за микрофоном, автор ведущей программы «Неформат». Ему помогаю вести программу я. Меня зовут Максим Забелин, продюсер радиостанции «Юмор.ФМ». А вот вы правильно сказали, прямой эфир. Знаете, почему прямой? Потому что Задорнов на кривой не согласен эфир. Мы продолжаем. У нас есть еще одна очень важная и интересная тема. Это саммит-атес. Много об этом говорят, но мало кто знает, что это такое. Красивое слово «саммит» такое, да? По-русски есть слово «сходняк». Сходняк-атес. Я, правда, не знаю, что такое отес, честно вам скажу. Для меня отес, портес и аромес. Еще оттас. Сюда же. Вы мне расшифруйте, что это. Тогда я буду комментировать. Я уже достиг... Я сегодня чувствую, что я достиг уровня классика. Говорить о том, что я не знаю. Михаил Николаевич, есть... У меня справка на этот отчет. Я тоже не знал, что такое отес. Вынужден признаться. Я понимаю, вы уже подготовились. Да, поэтому я запросил справку в интернете. И вот, что мне выдала всемирная сеть. Так вот, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, или коротко, АТЭС. Это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона с целью сотрудничества в области региональной торговли. Целью АТЭС является повышение экономического роста и процветания в регионе и укрепление Азиатско-Тихоокеанского бла-бла-бла-бла-бла-бла сообщества. В настоящее время в АТЭС 21 член. Это одна из немногих международных организаций, к которым Тайвань присоединился с полным одобрением Китая. В результате в АТЭС принят термин «участвующие экономики», а не «странные участники». Удивительно, что было это создано в 1989 году, а Россия присоединилась только в 1998. То есть немногим более 12 лет назад. Между прочим, инициаторами стали Австралия и Новая Зеландия. Вот что такое АТЭС. Кроме прочего, на саммите АТЭС, который сейчас происходит в Владивостоке, есть много чудес. Ну, например, мост на остров Русский. Я сам долгое время жил во Владивостоке. Я могу вам сказать, что остров Русский до недавнего момента это были несколько казарм военные. Туда ходил паром. И это было такое очень странное место. Туда люди приезжали отдыхать. Куча мусора на пляжах, ну и так далее. И во что это превратилось сейчас, ну, словами, наверное, не сказать. Люди, которые бывали там, и я, когда приехал туда, я очень сильно удивился, во что превратили остров Русский. Он отстроен. Это просто сити, да, там отдыхает. Москва-сити по сравнению с островом Русский. Да. Да, и есть такие знаменитые открытки «Владивосток в недалеком будущем». Открытки были изданы, написаны, вернее, нарисованы в начале 20 века. По-моему, в 1901 или 1902 году. И там уже есть мост через Золотой Рог. И только сейчас, в начале, да, в начале 21 века, наконец-то этот мост построен. Это, конечно, похоже на чудо света. Но, тем не менее, да, это все хорошо. Есть огромное количество минусов. То, что там обогащаются чиновники, разворовывается куча денег. Об этом говорят различные наблюдатели, общественные организации и так далее. Вы помните историю мою с Владивостоком? Когда я сказал, что девушки одеваются там как путаны. Не путаться с словом «Путин». И они все обиделись, что я это сказал. Стали вывешивать мои портреты во Владивостоке. Плевать в них стали прямо на улицах. Выпустили туалетную бумагу с моим изображением. А ведь это затравили чиновники, эту компанию. Они вырвали из моего выступления одну фразу, переврали ее, опубликовали и вызвали вот эту волну негодования ко мне, Владивостокских женщин и их пацанов. А зачем они это сделали? Чтобы отвлечь от того самого строительства, откатной этой экономики, русского острова. Потому что я тогда еще сказал, насколько красив русский остров. А вы знаете, я на русском острове всегда получал трепангов. Там же жили ловцы трепангов. Туда ездили китайцы и я. В меду их как-то замешивали с медом. Это чудная еда была. Поэтому я, в общем, крепок до сих пор. Русский остров во мне русский дух поддерживал. Мы, Михаил Николаевич, еще до рекламы соответствующим товарам далеко. Джагур-бумбы. Я не помню, как это называется. На русский остров лучше ехать. Друзья, трепанг или морской огурец, он действительно соответствует своему названию. Морской огурец, он в пупырышек такой. Русский остров я очень любил. Это красивейшее место, когда сказали, что там будут строить ОТЭС. Я сказал, это полный ОТЭС будет. Но мне жалко, что природа русского острова исчезнет. Ну, надеяться будем, что останется еще на Рейнике и Попове. Есть такие острова прекрасные. Я знаю, я там был, я даже на Путятине был, где разводят пятнистых оленей. Я вообще очень люблю Владивосток, его жителей. Вот почему я и сказал тогда, ребят, прекратите одеваться под путан. Вы должны вкус свой воспитывать природой, которая вокруг вас, а не бандитскими взглядами, идущими от чиновников. Но, видите, как перевели стрелки чиновники на другое совершенно. Вы знаете, с островом Русским связана еще одна история, о которой мы так говорили сегодня, то есть продолжение истории. Владимир Путин, после того, как он был на площадке по развлеждению Серхов и помогал им встать на крыло, полетел на саммит ОТЭС. И ему показали, как строится океанарем во Владивостоке, а самое главное, ему показали, как разводят осьминогов. Так что впереди нас верят. Ой, слушайте, когда он был во Владивостоке, его возили показывать там тигров в вольере в каком-то. И когда Путин уехал, была такая статья в Владивостокской газете. Я не знаю, они сами поняли, что они написали. После посещения этого вольера тигрового Путиным тигрица родила трех тигрят. С тех пор газету закрыли, конечно, друзья. Что тут сказать? А мы продолжаем, тем не менее. Владимир Путин сожалеет, что на саммит ОТЭС не приехал Барак Обама, но американцы предупредили заранее, что он не приедет, потому что Обама ввязался, другого слова, наверное, нельзя подобрать, в предвыборную гонку, которая в США закончится 6 ноября. Голосованием всех прекрасных избирателей. Ему сложно будет. Многие в нем разочаровались. Но это в нем разочароваться неполиткорректно, и поэтому все-таки надежды у него остались. Да, этот парень, в котором нельзя разочароваться. Нельзя, просто это нехорошо. Неполиткорректно, это прекрасно. Если они в Белоснежке и 7 гномов Белоснежку назвали Афроснежкой, потому что нехорошо, бледнолицые. Одного гнома сделали африканцем, одного индусом. Но это новая мультяшка американская. А вы знаете, что еще один, вероятно, будет Мормоном, поскольку следующий кандидат Мит Ромни Мормон. Конечно. Да, хорошо. А вы знаете, что теперь нефть нельзя называть черным золотом? Афрозолото. Афрозолото. И говорит, просто заставляет распускаться цветы вокруг, благоухать запахами. И осыпаются иголки у кактуса. Даже брить кактус не надо. Когда он едет по югу Калифорнии, осматривает мексиканские владения соседние. Так вот, Мит Ромни сделал несколько прекрасных заявлений. Одно из них касается того, что Россия для Соединенных Штатов это враг номер один. Не Аль-Каида, как можно было себе представить, не Китай, и даже не Мозамбик, Михаил Николаевич, а Россия. Поскольку еще со времен Холодной войны, по мнению Ромни, Россия не переставала ненавидеть Соединенные Штаты. И предпринимает все для того, чтобы эту страну, вероятно, поработить. Мит Ромни заявил в своем выступлении на съезде, что он совершенно иную риторику будет использовать в переговорах с Кремлем, нежели сейчас делает это Обама. Ну, интересно. Интересно это даже не высказываниями его, а вот чем. Знаете, многие строят свою предвыборную кампанию на чем? Сказать гадость в отношении какой-то страны. На демонических чувствах. Накажем, завоюем, вы будете жить лучше. Такое, знаете, это такой римский взгляд на жизнь, идущий от варварского древнего Рима. Вот, например, в Латвии, где я бываю, каждый политик должен сказать в предвыборной кампании, если он латыш, гадость в отношении русских. И люди действительно на это откликаются, но приходит этот политик на свое место и начинает что? Дружить с русскими. Потому что русские бабки дают. У русских нет жмотства, как во всем мире. И они становятся вялыми антирусистами, вот так вот скажем. Поэтому не надо придавать значение особого тому, что он говорит. Это он хочет просто наверх вскарабкаться на антироссийских высказываниях. На самом деле придет, ему скажет, хочешь, бабок, мы тебе в офшоре положим. И все, и наш человек будет. Он еще будет вяло брыкаться. Но после перерыва, который, ну сейчас же рекламная пауза же нужна. И я хочу рассказать об одном фильме, который я смотрю американском. И там очень интересно эта тема проявляется, которую вы сейчас затронули. Но это уже после рекламной паузы, да? Да, реклама. Еще раз добрый день, друзья, всем, кто только что присоединился к нам. Мы продолжаем программу «Неформат» в прямом эфире радиостанции ЮморФМ 0731. Телефон для ваших звонков 8870. Это номер для ваших смс-сообщений. Их приходит довольно много. И сейчас у нас есть такая мысль зачитать некоторые из наблюдений или мысли Михаила Задорнова на тему сегодняшнего времени. Ну, да. Так, вот я, например, узнал, что сборная России по боксу мечтает встретиться со сборной России по футболу. Да, не сразу. Когда... Доходит. Когда Александр Цикало, Иван Ургант, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян приходят вместе в ресторан, то минимум час ржут, обсуждая меню. На Николая Валуева оформили каску. Комары-таксикоманы добывают краску из тату Тимоти. У Церетели оторвалась пуговица и сломала ему ногу. Любимые фильмы известных людей. Ну, Женар Шавина любит фильм «Выйти замуж за капитана». У Мавроди любимый фильм «Ширли-мырли». Главный конструктор автоваза «Калина Красная». Жириновский любимый фильм «Сволочи». Киркоров бойцовский клуб «Моисеев мальчишник». Березовский «Побег». Михалков «Я легенда». У Зверевой новодворской вкусы совпали «Девчата». Шатунов через дворы убегал от своих поклонниц, пока старушки не отстали. Баска в эротических снах видит только себя. Вот это мне нравится. Психолог Джигурды посещает психолога. Кстати, я не понимаю, почему Николай Валуев ищет снежного человека в Кемеровской области, если Джигурда живет в Москве. Знаете, почему у Киржакова нет детей? Не попал. А Иван Урган долго подкалывал двойника Медведева, пока ему не объяснили, что это не двойник. Разминка закончена, переходим к нашим баранам, то бишь к политикам. Да, к водным, ну, мы как бы аккуратно будем о них говорить. Но тем не менее, Михаил Саакашвили. Да. Тем же тоном, что про Урган-то. Михаил Саакашвили. Михаил Саакашвили поручил всем послам Грузии рекламировать вино. Дальше просто чудесная цитата, я хочу ее зачитать. По сообщению грузинских СМИ Михаил Саакашвили сказал следующее. Сегодня я поручил всем послам принять активное участие в реализации грузинского вина, потому что как только люди узнают его вкус, не может быть, чтобы не возросла цена на наш виноград. Есть, что ответить. В Латвии продают грузинское вино, и оно не пользуется спросом. Видимо, Саакашвили, я уверен, что он вкус, он понимает вине. И вкус у него к вину есть, несмотря на все его эти вывихи мозговые. Все-таки он учился за границей, и ему учили не только антироссийским высказываниям. Но вино мне грузинское кажется все-таки в магазинах подделкой и на Украине, и в других странах. Оно сладковатое, после него болит голова. Вино, значит, это не чисто сухое вино, а полусладкие вины не так полезны. А вот другая позиция меня не устраивает. Ну почему мы, если политики поссорились, на уровне политики поссорились с нашей государством, ну почему боржоми нет в стране? Ведь у боржоми есть очень хорошее качество одно. Это щелочная вода, то, что у нас называется PH, PH на английском языке. Так вот, приходишь в ресторан, все всегда дают практически сегодня в ресторанах закисляющую воду. Что такое закисление? Закисление – это черная слизь в организме. Большинство людей страдает от закисления в организме. И если ты пришел в ресторан и будешь есть мясо, выпей полстакана боржоми, пока тебе это мясо будет готовить. Дай щелочь в организм, чтобы нейтрализовалось это. Сегодня люди множество болезней хронических от закисления. Боржоми выручать может. Не всех. У многих наоборот процесс идет. Но все-таки сегодняшний недуг, немощь общественная, то, что едят продукты с искусственными наполнителями, а это тоже ведет к закислению. И, ну вот почему в России не продавать боржоми? Ну как политика может влиять так погано на здоровье на сегодняшний день? Знаете, мне врачи говорят, откуда вы это взяли? Бог создает все очень разумно. Ребенок в матке находится в щелочной среде. Не в боржоми, конечно. Но тем не менее. Вот тут бы я сказал нашим политикам, и Онищенко в том числе, прекратите глупости дел. Сало нельзя продавать. Нормально. А сникерсы можно. То есть гадость, попкорн можно, фанту можно, сало нельзя, боржоми нельзя. С чего вдруг? Ребят, вы наполнили гадостью магазины, западной гадостью. Почему-то вам это выгодно. Это лоббируют. А сало и боржоми никто не лоббирует. Мне не нравится такое положение вещей, поэтому я людям хочу сказать, ездите в другие страны, пейте перед тем, как есть мясо боржоми. А лучше мясо не ешьте вообще, а боржоми все равно перед обедом пейте. Спасибо за эту прекрасную рекламную паузу, Михаил Иванович, что сказать. У нас есть звонок. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Здравствуйте, Роман. Вопрос к вам такого порядка. А не предлагали ли вам, хоть, может, когда-нибудь кто-нибудь предлагал вам стать советником президента именно в политических вопросах, в аксосах, так как вы очень остро продвигаете эту тему, может... Нет, мне никто не предлагал. Нет, мне предлагали выбираться, баллотироваться в президенты, но я на это ответил, что у меня еще есть способности, и я не должен идти в политику. Когда все закончится, тогда пойду в политику. Но, надеюсь, этого не будет. Но, честно говоря, если бы мне предложили, я бы, безусловно, постарался вписаться в это дело. Причем, знаете, вписаться не членом какой-то комиссии, которая будет писать бумаги, и ничего все равно не произойдет. Вот как сегодня с министерством образования. Как мы договорились? Ведь их предложение было вступить мне в комиссию по реформе реформы. Но то, что уже такое дело затеяно, уже хорошо. А я говорю, да не надо, не хочу я этого. Ну что мне, самоутверждаться? Не надо. Если мои советы понравятся, возьмите и пользуйтесь им. Не понравятся, ну, не делайте это. Ну, что я в комиссию пойду? Им понравилось, знаете, какое мое предложение? Букварь создать. И они мне говорят, давайте организуем группу, которая будет создавать букварь. Только это будет долго, нам надо средства выделять. А я им на это ответил, не надо выделять средства. Я попрошу двух-трех человек, которые в теме, создать букварь. Оплачу им сам все. Мы вам принесем и положим на стол проект «Букваря для детей», где не АБВГД, а «Аз Бога ведаю» глаголю «Добро есть жизнь», где будут интересные рисунки, где слова будут расшифровываться с кодом нашей азбуки. Что такое слово «любовь» согласно русской азбуке? Я об этом говорил, но повторю, люди Бога ведают. И детям очень нравится играть в подобные игры, подставлять образы из азбуки, расшифровывать сегодняшние слова. Это будет интересно. Мы создадим сами такой букварь, положим на стол Министерства образования, и я буду очень надеяться, что этот букварь пройдет все комиссии. А не пройдет, я сам режиссер собственного счастья. Пойду, возьму папочку на сцену, дам три концерта, и этот букварь сдам сам. Михаил Николаевич, у нас пришло сообщение, которое я не могу не зачитать, потому что оно очень острое и животрепещущее. Здравствуйте, Михаил Николаевич. В ваших выступлениях, в том числе и на Юмор.ФМ, мало тем про наплыв гастарбайтеров на Россию. Вы боитесь критики сверху, спрашивает Анатолий. Анатолий, вы сейчас про кого спросили? Гастарбайтеры это кто? Питерцы, что ли, в Москву приехали? Почему? Нет, у меня есть эта тема, и я даже рассказывал часто о том, что приходится слышать. Вот моя помощница приехала, например, на работу, взъерошена была ее душа. У нее организм был перекошен весь, а не только лицо. Она ехала в маршрутке, и в маршрутке пассажиры друг с другом ругались на таджикском языке и с водителем вместе. И позавчера ко мне пришла женщина за кулисы и сказала, я была только что в Макдональдсе, вы не представляете, что я слышала. Гастарбайтер из разных стран Средней Азии в Макдональдсе разговаривали на русском в очереди. И один вдруг сказал, так много русских стало в Москве. Тема серьезная, друзья мои. У меня ощущение, когда я их вижу везде, но серьезно, ну вот почему. К сожалению, они работать умеют. Вы знаете, что носильщики татары на Ярославском вокзале, на Киевском вокзале очень хорошо работают. Как русский носильщик, он пьяный. Ну что ты будешь делать? Татары не пьют. А гастарбайтеры хорошо работают. Есть целые районы в Москве, которые очень прибраны хорошо дворниками, приехавшими из Средней Азии. Русские не хотят работать. Вы понимаете? Вот то, что мы можем обвинять чиновников, что гастарбайтеры дают откаты. Безусловно. Безусловно, это воровская финансовая схема. Но, друзья мои, а русские будут работать когда-нибудь? Они же не хотят. Они говорят, нам эта зарплата не годится. У вас там под Владивостоком в одном селе, мне рассказывает человек, я говорю русским мужикам из нашей деревни, сделайте мне крыльцо, я вам заплачу 20 тысяч рублей. Те говорят, хорошие деньги, но мы не можем, мы идем на охоту. Тогда он говорит, а скажите, кто может? Он говорит, не скажем. Они деньги заработают, а мы нет. Так нельзя жить с такой психологией. А гастарбайтеры приезжают из бедных стран и работают. Поэтому нельзя винить только чиновников. Мы сами хороши. Прежде чем улучшать мир, улучшить себя. Это древнейшая мудрость. И я думаю, но когда я вижу такое количество, такой наплыв южан, мне иногда бывает не по себе. И я вспоминаю, как есть такие паразиты в улье, они живут на пчелах. Я когда-то давно говорил об этом в нашей программе. И в какой-то момент включается программа, и пчелы уничтожаются этими паразитами. У меня иногда ощущение, что они засланы сюда, чтобы в один момент включилась программа по уничтожению. Но это немножко такие голливудские страшилки и фантазии. Не принимайте то, что я сказал всерьез. Будем жить дружно и слушать рекламу на Юмор-ФМ. Реклама на Юмор-ФМ. А нельзя сократить рекламные паузы? Я уже скучаю по нашим радиослушателям. Мне хочется скорее в эфир. Вам слово, Максим. А я могу объяснить. А я могу, как происходит, в штанции ответить. Дело в том, что мы выходим в разных частях страны. И в то время, когда в Москве звучит фрагмент, скажем, песен, и в других городах выходит реклама. Поскольку мы находимся в разных часовых поясах. Поэтому, друзья, не удивляйтесь, когда вы слышите музыку. У них своя реклама. У них, да, своя реклама. Элитные окна города Саратова. Ну, все, элитная, ерсогумба, там все то же самое. Ерсогумба виповская. Кстати, у нас завалена. Иркутская. Местная, да. Местная. Владивостокские трипанги. Варят наши. Варяги. Опробовано на наших. На самом деле, большое количество сообщений, которые как раз, ну, пишут в основном женщины. Они задают вопрос, ребята, как же так? А мужики спят еще, понимаете? Ну, видимо, да, сами с собой. Потому что женщины уже проснулись. Да, да. Так вот, девушки, точнее, да, пишут, что как же так, ребята, у вас выходит в эфир, что, несмотря на то, что закон уже принят, реклама про вот все средства, которые повышают нам, повышают, как бы, состояние наших дорогих мужчин, несмотря на то, что закон этот уже принят. Как же быть? Да, и тут вы вспомнили про Анну Семеновича. Про Анну Семеновича? Я ее называю Асименовича. Но это еще можно говорить до следующего первого сентября, потом заглядят. Но вообще, я вам должен сказать, женщина-то права, которая прислала это. Ведь получается, что вот эти рекламы могут идти, потому что в них нет сквернословия. Там хорошими тактичными словами объясняется чудовищный процесс. А импотенция, я могу сказать слово? Да, но это приличное слово, по-моему. Приличное, конечно. Ну, только 16 плюс надо сказать, перед этим все. Ну, а в принципе, до 16... Кстати, вы знаете, как импотенция наоборот? Знаете, как импотенция наоборот читается, да? Ну, не надо. Пусть каждый сам прочитает. У меня зато есть новость про то, как читаются на латыни сейчас многие современные слова. Да-да, но я только вот закончу эту мысль. Вот что сегодня произойдет. По новому закону мультяшки будут сокращаться, вырезать, будут. Раскольникова, конечно, переделают, потому что угробить старушку, это детям плохой пример. Он будет врага народа убивать, видимо. Нет, старушка ему откроет дверь, а он ее погладит по головке. Топором. Да, топором на лезвие, так аккуратно. И скажет, давай поженимся. И усыновят Сонечку Мармеладу. И, а, и, то есть, вот, действие чудовищное на детей будет продолжаться, просто уберут вот эти слова, и все, опять бюрократический подход. Запипиковать будут наш дом в Мексике. Вы смотрели это, вот это, каникулы в Мексике? Я являюсь постоянным слушателем. Просто без этого жить не может. Главный рейтинг создаю я. Сегодня рейтинг же. У нее есть... У меня один вопрос. Почему каникулы в Мексике? Вот я посмотрел, чем они там занимаются пять минут, а этим же только в Мексике можно заниматься. Почему не в Таджикистане? Потому что в России и рядом распространяется закон 16+. А в Мексике далеко. А еще это битва хоров. Вот. Битва хоров. Хоров. Я не знаю, как теперь говорить. Настолько стало безграмотным обществом, что даже я теперь не знаю, как говорить. Ну, точно не хор-ворс. Хор-ворс. Чечни будет бороться против этого. А сейчас же будет еще дальше. Мочилова хороводов. Новая программа будет. Бабкина сойдется. Забыл ее, в общем, не важно. У кого хоровод еще. Итак, Михаил Николаевич, в Ватикане переводят на латынь современные слова. Пора уже! Да. Лингвисты в Ватикане по поручению Папы Римского Бенедикта XVI работают над переводом на латинский язык современных слов и терминов. Зачем? Например. Для того, чтобы церковь шла в ногу со временем. И проповеди могли теперь звучать на латинском языке, но уже с включением таких терминов, как, например, сигарета. На латыни она теперь звучит. Фестула никотиана. Ух, красиво как! Да. Фестула никотиана. Это можно дочку называть. Вот родилась. Фестула никотиана. Так. Вот есть еще мини-юбка. Туникула минима. Хорошо. Мне нравится. Компьютер. Инструментум компьютатариум. Компьютатариум. И даже есть участник и любитель панк-рока. Это как? Это панкинае, катервае, не ручаясь за произношение, осекла. Вот осекла. Это хорошо. Это пусси райт осекла. И достаточно. И клеймить позором даже больше не надо. А вы знаете, интересно, вот некоторые из этих слов вы произнесли, а я ведь слышу, как они от русских произошли. Туников, туни. То, что спрятано. А интересно, вот то, что я сейчас скажу, это антинаучно. Но у меня очень много доказательств. Латынь произошла от прославянских языков. И смотрите, какая тяга к природному. Прославянские языки природные. Вот, например, на любом языке мира говорят, ну ты бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но только у нас вся веть в слов отсюда. Значит, это изначально слова правильные. Балакать, болтать, болтовня. А по-итальянски бла-бла превратилась, б стала в п превратилась. И получилась парларе. Говорить. Это через латынь пришло. Какое слово? Парламент. А на самом деле, если ввести про язык, прославянский язык европейский, это бла-бламент получается. И интересно, что если в сегодняшние слова, которые произошли от латыни, ввести прославянские корни, ты узнаешь правильное значение этого слова. Ну, например, барыга. Барыга. Бер – это дух опасности. Барыга – это движение духа опасности. Это негодяй, деляга, барыга. Но они не могут произнести. И они говорят, как буржуа. Гэ становится... Биржа – это место сборища барыг на самом деле. Как интересно это все раскрывается. Кавалли. Вот дизайнер Кавалли и Киркоров. Лицо Кавалли. А Кавалли – это наше слово кобыла. Потому что Кавалло – это лошадь по-итальянски. Но это наше слово кобыла означает беспородистый. Кобели – кобыла беспородистый. Так что вот Киркоров не знает, что он лицо кобылы практически, а не Кавалла. «Ин вина веритас» – это выражение очень известное латинское. «Вино», «винус» по-латыни означает «виноградная лоза». Это наше слово «вьюн». А «веритас» – это «вера», «истинная в вине». Но вот так зашли в латынь наши слова. Поэтому о Ватикан, возвращаясь к Ватикану, я вам должен сказать, что тоже расшифровывается по-русски. «Вати» – это «батя», «б» и «в» меняются. Ну, кто он? Папа, «батя», да? Похоже, что я даже не шучу. А «кан» – это «кон», «закон». Это «батя» в законе, «пахан» в законе. И действительно, там и зона своя, и «батя» сидит, и «пахан» сидит. Все очень совпадает. И вот интересно, я всегда понимал, что слово «банк», вот банков столько, я говорю, не зазнавайтесь банкиром. Слово «банк» произошло от русского слова «банка». Ну, не от русского, а от славянского. Вот вроде меня глючит, да? Я нашел доказательство косвенное, что это так. В банку складывали мелочь, когда торговали на лавке. Где первые размещали разные продукты, все, что продавали? На лавке. Как говорят до сих пор, пойдем в лавку что-нибудь купим. Церковная лавка называется. Почему? Это же не лавка. Это просто с тех пор слово сохранилось. А стояла банка, складывали мелочь. И в рост давали деньги из банки, из этой. И так появилось слово «банк». Казалось бы, я придумал. В латыни есть разгадка этого слова. Скамейка называется «банко». Банкетка. То есть лавка по латыни «банкетка». Отсюда слово «банк». Это уже сведения из словаря. То есть вот эта последняя часть цепочки словесной существует в традиции. А до этого я выстроил. И поэтому я говорю ребятам, не зазнавайтесь, ребят. «Банка» у вас, как была, так и осталась. Деньги храните в банке. Это очень правильно по-русски звучит до сих пор. Друзья, у нас есть небольшой перерыв на рекламную паузу, после которого мы вернемся в студию, чтобы продолжить программу «Неформат». Я лишь напомню, что вы можете видеть нас на сайте веселаярадио.ру в онлайн-трансляции, в прямом эфире. Пишите нам 8870 и звоните 0731. Постараемся обработать ваши сообщения и прочитать после рекламы через пару минут. Друзья, продолжается программа «Неформат». К несчастью, как все хорошее, что-то заканчивается, но продолжается еще более хорошее. Мы уверены, что мы обязательно с вами встретимся в скором времени еще и еще раз. А сейчас у нас есть 15 минут буквально для того, чтобы подвести итоги этой недели, рассказать о самом важном и ответить на ваши смс-сообщения, на ваши звонки. Михаил Николаевич, есть? Я готов, всегда готов. Есть несколько сообщений, ну, вот хотелось бы прочитать. Классная передача, дай бог тому, кто ее придумал. Вадим из Санкт-Петербурга. Михаил Николаевич, вам большое спасибо. Я знаю, почему вы это прочитали, потому что это вы придумали. Нет, это придумали вы. А я гастарбайтер здесь из Риги. Нет, придумали-то вы. Кстати, насчет гастарбайтеров зря говорят, что я не обращаю на эту тему внимания. Вот сейчас, знаете, в Макдональдсах есть стенд «Лучший работник месяца». А шаурмяшные взяли пример сейчас с Макдональдса. И у них появились в некоторых уже «Лучший гастарбайтер полумесяца». Ну, это шутка хорошая. Ну, что там, да? Есть сообщение. Доброе утро, юморов. Я Михаил Николаевич. 8 сентября день грамотности. Напомним людям об этой важной вещи. Я, более того, не только напомню, я еще сделаю, я выступлю с великим почином, как выходец из советского детства. Вы нас приучили к зачинам, к починам. Я предлагаю сегодня отпраздновать так. Никому не говорить «я извиняюсь». Это очень неграмотно. И надо говорить «извините меня». Но дело в том, что правители российские всегда говорили безграмотно, и люди им стали подражать. Нельзя говорить «шарфы», «шарфы». Нельзя говорить «в стенах». Но когда говорят неправильно руководители, начинают неправильно говорить остальные. Когда одна из наших, как говорить про женщину, министр женщины сказала «я ношу одну клипсу», это безграмотно, одну клипсу носить нельзя. Клипс – это множественное число, одной клипсы не бывает. Если она носит одну клипсу, она должна носить одну джинсу и одну очко должна надеть. Но так как они не могут запомнить, что кофе, а он, то разрешили теперь говорить «кофе оно». Разрешили говорить «договора», «склады» и «свекла». «Свекла на складах» – это безграмотно. Это производственные названия, а литературные – «свекла на складе». Я… да, кофе. Если кофе оно, то, извините, и те, кто придумал закон, тоже оно на сегодняшний день. Нельзя говорить в министерстве МВД. Это уже министерство. В министерстве МВД это то же самое, что проститутка продажная. То, что говядина мясная. Это повторы. Пешеходный переход – это безграмотно. А что, он переполз, что ли, для крокодилов? И вот эти повторы – это очень безграмотная сегодняшняя речь. Рыба гниет с головы. Не могут бизнесмены… Вот я с бизнесменами встречаюсь, они все время ходят на дни рождения друг к другу. Вот я сейчас правильно сказал. На дни рождения. А они неправильно говорят. Они почти поголовно говорят. Был вчера на день рождения. Это чудовищная безграмотность. На дне склоняется слово «день». На дне чего? Рождения. Надо склонять день, а не второе слово. И смотрите, этого сегодня почти никто не знает. Почему? Да потому что «верха» говорят безграмотно. Когда наши правители говорят «в разы». Сегодня разрешили говорить «в разы». Это уродство, а не слово. Когда недавно наш премьер сказал «наступил хэппи-энд сельского хозяйства». Не, наступит хэппи-энд сельского хозяйства. Ну, и поэтому я хочу сегодня предложить отпраздновать следующим образом. Не говорить «я извиняюсь». И «юсь» это «ся», «себя». «Извиняюся» означает «я извиняю сам себя». И когда вы говорите, подходите к человеку и говорите «я извиняюсь», это вы извиняете сами себя, а не у него просите извинения. Поэтому можно подойти. Можно, можно. Есть ситуация. Подошел, сказал «я извиняюсь» и в морду. Сам себя извинил уже. Все, чист. Вот. Так что извините, как развернуто ответил на вопрос. Я все-таки вот... Сколько же ерунды в моей голове. Микон Козлович, я, конечно, извиняюсь, но у нас в калидоре резетка перегорела. Резетка! Я думаю, что мы сейчас позвоним электрикам. Слушайте, мне пришло письмо, надо электрикам. И скажите «резетка», а не скажут «рузетка». А поправлять, знаете, как мне часто пишут молодые, пишут слово «мужчина» через букву «с». Скажите, что это такое? «Мужчина». Такое «мужчина» такой, маленький такой. «Мусик». Проверочное слово «мусик». Ну или «мусик». И я одному говорю, а иногда пишут через два «ща». «Мужчина». Это вообще баба, а не мужик. А я одному перцу молоденькому, такой дятел полный, такой выкидыш из ЕГЭ. И я ему говорю, почему вы пишете через два «ща»? Ваш поколение говорит, они что, идиоты, там одно «ща» в слове «мужчина». Так вот праздник. Резетка. Ну да, но на этой неделе есть еще один прекрасный праздник, которым не стоит забывать. Это 200 лет со дня Бородинского сражения. Ну это святой день, безусловно. Вы знаете, что интересно? Вот если сравнить Гитлер и Наполеон, у них потрясающие моменты сходятся. Там точное количество лет между днями рождения, между числами и годами, когда они пошли на Россию. Когда умерли, ощущение, что точное перерождение с каким-то временным шагом. Совершеннейшая мистика. Причем и Наполеон, и Гитлер напали 22 июня. А это не сочтите за шизотерику, но 22 июня тьма побеждает свет. Ночь становится длиннее дня. Вот мистика, казалось бы. И всегда Европа нападает на Россию, на солнечную Россию, берегущую такую любовь к солнцу. Наши дети ведь любят солнышки рисовать на тротуарах до сих пор, несмотря на то, что они вырастут, станут мерчендайзерами. А солнышко и менеджер не сочетающиеся моменты. Они нападают, когда тьма покровительствует им. И всегда побеждают до декабря. Стоит только начать удлиняться дню, после 15 декабря им хана. Нам надо терпеть всегда до декабря. Да, но время изменилось, и слова ты помнишь, дядя, ведь не даром звучит сегодня по-другому. Сегодня, ой, как не даром вся наша жизнь, к сожалению. Но Бородино, конечно, место священное. Друзья, у нас есть традиционная рубрика, Михаил Николаевич. Это вопросы, которые пришли к нам за неделю. У нас был просто вал звонков. Простите, а вы знаете, что Бородино по-другому оценивается на Западе? Считается, что Наполеон выиграл сражение. Они считают, что это страшное было поражение русских. Ну, формально после этого Наполеон двинулся на Москву. Двинулся вперед, значит, да. Просто оценка, да, другая, с другой стороны. Я слышал об этом. Но это такой западный подход. То есть для них Россия это все-таки такой большой медведь, который... Ну да, они сейчас призы, и многие ведь на Западе и не знают. Мы об этом с вами говорили, что Советский Союз участвовал в последней войне. Это, например, Чехи сегодня, молодые мне говорили, что их освобождала американская армия. Вот, к сожалению, что происходит. Поэтому очень хорошо, что сегодня празднуют эту дату, и что устроены какие-то праздники. Там, конечно, много не разберитесь, умеетесь. Но все-таки это хорошо. Хорошо, что мы не забываем прошлое. Кто забывает прошлое, плюет в будущее. Знаете, эту пословицу, как она звучит в начальном варианте, мы тоже об этом говорили. Но я упомяну, кто старый, помянет глаз вон. Но кто старый, забудет оба глаза вон. У нас несколько буквально минут на Блиц. Давайте. Да? Короткие вопросы от наших слушателей, которые пришли за неделю, и ответы Михаила Задорнова. Добрый день, Михаил Николаевич. Вот я прочитала вашу книжку и сразу после забеременела. Вот скажите, кого мне отцом считать теперь? Светлана Воронеж. Не подавайте на алименты на мою книжку. Она не выдержит этого. За нее мало платят очень, за книжку. Сегодня жулики издают книги. Следующий вопрос. Добрый день, Михаил Бежевск. Знаете, я хочу нарисовать новый герб Удмуртии. Как вы думаете, что там должно быть изображено? Автомат Калашникова или Бурановские бабушки? Бурановские бабушки. Спасибо. Ну, две Бурановских бабушки с автоматами Калашникова. День добрый, Михаил Николаевич. Это Антон из Перми. Если бы вы были актером, то какую бы роль вы хотели сыграть? Какого персонажа? Спасибо. Ну, вообще, а задача ли? Не знаю, я не могу ответить на это. Видимо, люди наслышаны о вашем фильме. Я так много хочу ролей сыграть хотел. Но вообще в жизни я играл действительно в одном театре. Меня взяли в свое время. И я играл роль Сиплова в истемистической трагедии. Вот этого Сифилитика. Но я его так играл. Хорошо так. Знаете, он такой был во всех постановках. Он такой ярый, такой негодяй. Играет негодяя. Играл доброго Сифилитика. Который совсем соглашался. Говорит, советская власть гадость. Он говорит, конечно, гадость. А царская гадость. Он говорит, и эта гадость. Он совсем соглашался. Он был страшен в моем исполнении. Но, честно говоря, я бы все-таки, наверное, хотел сыграть Юрия Милославского в пьесе по книге Загозкина. Это любимая книга Пушкина была. О смутном времени. Ну, так что я сказал, такая загадка. Считайте, что я ничего не говорил. А прочитать советую. Жду следующий вопрос. Добрый день, Михаил Николаевич. Это Сергей из Рязани. У меня вопрос такой. Я прочитал первый тон «Войны и мира» Толстого. Как вы думаете, мне стоит читать дальше, если мне уже, в общем, и так все понятно? Сильно. Очень сильно. Нет, вам не надо читать. Вам вообще больше ничего читать не надо. Вообще ни одной книжки. Даже в руки не берите. Не засоряйте мозг, интеллигентность, мышление. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Это Виталий из Москвы. Вот каждый выходной я еду на дачу, на машине и стою в пробке три часа. А моя теща едет на электричке, потом на автобусе, потом пешком. И тоже три часа. Вот скажите, где справедливость? Нормально. Но справедливость, конечно, в том, чтобы тещу определить на поездку так, чтобы она шесть часов в пробке стояла. А вы из дома в это время не выезжайте. Вот вам и будет справедливость. Будете в тишине и в спокойствии находиться. Я предлагаю этому, автору этому вопросу отправить книгу. Потрясающе. Где справедливость? Где справедливость? Теща едет столько же, сколько я на автобусах и электричках. Мне вообще нравится, что большая часть населения нашей страны сначала ищут справедливость, а потом некоторые из них работу. Для наших справедливость важнее, чем работа. Друзья, у нас программа «Неформат» подошла практически к своему логическому завершению. Я хочу лишь проанонсировать то, что в начале следующего часа у нас стартует замечательная игра, которую вы все долго ждали, и, поверьте, ждали долго и мы. Она называется «12 стульев». Я попросил Михаила Задорнова, для того, чтобы он немножко задержался в студии, и помог нам дать старт этой игре. Поэтому давайте мы сейчас прервемся на некоторое время, послушаем немножко рекламы на Юмор.ФМ, и начнем программу «Игру 12 стульев». Ну, давайте, давайте. Суперигра. 12 стульев на Юмор.ФМ. Ну что, друзья, наконец-то пришло то время, когда мы открываем нашу игру, которая называется «12 стульев». Даем ей старт, и любезно согласился это сделать Михаил Николаевич Задорнов. Ну, буквально несколько слов о том, что такое эта игра. Вам нужно, как вы понимаете, в начале часа, наверняка вы все изучали правила, услышать знаковую фразу из «Бессмертного творения» Ильфа и Петрова, из фильма Марка Захарова, и потом повторить, когда начнется игровой эпизод. Эту фразу — это и есть ваш пропуск в игру. Если вы повторяете ее правильно, то у вас есть возможность, вскрыв один из стульев, выиграть деньги от одной до ста тысяч рублей. Все очень просто. И я прошу, чтобы первую фразу, и, может быть, что-то связанное с ней, произнес Михаил Николаевич Задорнов. Ну, вообще, вы правильно выбрали меня для старта этой игры, потому что я единственный человек в нашей стране, кто не любит это произведение. Я всегда... Вот знаете, Остап Бендер мне не нравится. И по одной простой причине. Я имею право это сказать. Он аферист. Он же просто жулик. И он никого не любит. А я один из последних романтиков. И я ни одного произведения Ильфа и Петрова с Остапом Бендером не дочитал до конца. Ну, не нравится мне это. Многие боятся это сказать, на самом деле. Но, да, у нас воровская страна. И большинству мужского населения это жулики нравятся. Для них это идеал. Как надо жить. Но, по сравнению с сегодняшними жуликами, Остап Бендер мелкий подворотный хулиган, между прочим, в подворотнем. Но! Влияние все равно на меня было, когда я поехал в Рио-де-Жанейро, в Бразилию. Я вышел там вечером, в первый же вечер, надел белые штаны. Ко мне подошли бразильцы, которые... Ну, не подошли, а которые меня сопровождал. Гид. Он так мялся-мялся, потом спрашивает. Португалец. Он у меня спрашивает. Скажите, почему все русские, приезжая в Рио-де-Жанейро, надевают белые штаны? Я ему стал объяснять, что у нас такое произведение есть. Он говорит, ну, это грязный город. Я действительно смотрю. Я в первый же день пришел в испачканных белых штанах. Я ее стирать не смог уже никогда. Там люди мочатся на колеса автомобилей, прямо на улице. А мы, значит, под впечатлением этого произведения надеваем белые штаны. А один бразилец мне сказал, владелец одного ресторана, я мечтаю поехать в Москву надеть белый костюм и выйти на Красную площадь. У меня укатайка началась. Но все-таки кое-какие фразы я помню. Я фильм смотрел. И мне на сегодняшний день, я считаю... Когда вы мне сказали об этой игре, у меня сразу... Знаете, какая фраза всплыла? То, что сказано Ильфом и Петровым в их произведении о Собчак, Ксении. Ключи от квартиры, где деньги лежат. Вот точняк. Про сегодняшний Собчак. Ну что же, я должен дать старт? Да, я думаю, что вы уже... Мы уже буквально дали этот старт. Я лишь хочу повторить эту фразу, которую должны запомнить наши радиослушатели. И... Ну, это в моем смысле. Я не помню, как она точно звучит. А может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Давайте вот в такой интерпретации. Это спрашивает Должан Собчак. Да. У налоговой комиссии. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы были эти два часа вместе с нами. Мы только что начали игру «12 стульев». Ждите условного сигнала. Дозванивайтесь в прямой эфир радиостанции Юмор ФМ и выигрывайте от одной до ста тысяч рублей. Удачи вам и всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.